Самуил Паршак про гиппопотамы Уговорились я и мама дождаться выходного дня И посмотреть, где гиппопотам? Нет, гиппо-то-то-попопам. Нет, гиппо-то-то-попопам. Пусть мама скажет за меня. Вошли в открытые ворота И побежали мы вдвоем взглянуть на Ки. Ай, на бегемота мы чаще так его зовем. Он сам имен своих не знает. Как ни забить, все равно он из воды не вылезает. Лежит, как мокрое бревно. Нам не везло сегодня с мамой. Его мы ждали целый час. А он со дна глубоко ям не замечал, должно быть, нас. Лежал он гладкий, толстокожий, в песок уткнувшись головой. На кожу ветчины похожий, в огромной миске суповой. По целым дням из водоема он не выходит. Там все лежит. Есть у него часы приема, спросили мук сторожей. Да, есть часы приема пищи. Его мы кормим по часам. И вдруг, блестя, как голенище, поднялся сам гиппоподан. Должно быть, у него промокли мозги от постоянных ванн. Глаза посажены в бинокли, а рот раскрыт, как чемодан. Он оглядел стоявших рядом гостей непрошенных своих. К решетке повернулся задом, слегка нагнулся и болтык. Я думаю, гиппоподану зовут так трудно для того, Чтоб старший с глубоко ядом пореже вызывал его.